всем привет добро пожаловать в новый влог он у меня начинается с вечера оказалось что у меня среди вас огромное количество любителей тарт так что делюсь с вами рецептиком и меня завтра будет ждать вкуснейший завтрак значит ингредиенты у нас супер простые я сейчас просто кайфую от огромного количества свежих вкусных овощей поэтому стараюсь использовать их по максимуму что мы делаем изначально или покупаем готовое тесто вы можете использовать как слоеное так и как она постоянно вылетает у меня из головы блин песочная вот по-польски это часто круха и забываются такие слова если будете покупать готовое то берите или универсальное или соленое я оставлю вам все нужные пропорции мой рецепт в инфобоксе мы также будем использовать свеклу она у нас сегодня герой и также не обрезаем не выбрасываем листья мы будем их нарезать и все по порядку вам расскажу у меня как обычно микс всего что есть в холодильнике но вы можете выбрать например фету или просто взять творожок козий сыр все что любите вы также нам понадобится 3 яйца и сметана сметана у меня как назло нет но есть вот такой типа творожок кремовый он пойдет в ход вроде как это все беремся за работу чистим нашу свеклу нарезаем ее и тесто в это время кладем в холодильник минут так на 30 так как и говорила оставляем все ничего не будем выбрасывать и откладываем отдельно от самой свеклы я только что открыла для себя лайфхак года если вы еще так не делаете я с пищевой пленкой иду к вам короче можно взять вот этот коврик силиконовый но мой сейчас в использовании детьми поэтому я с одной стороны разложила пищевую пленку выложила тесто еще одной частью накрыла взяла скалку и раскатала и прикиньте вообще нет никакого мусора ничего и тесто гладенькая тоненькая кулинарный шок произошел я на радостях так раскатала тесто что получилось аж для двух форм и теперь чтобы тесто не поднималось я кладу фольгу и выкладываю что-то потяжелее типа горох фасоль там что я найду сначала запекаем так 10 минут дальше убираем фасоль или что вы используете и печем очередные 15 но то есть в общей сложности 25 при температуре 200 градусов и нашкин не ешь сырое тесто пока тесто готовится мы с вами по-быстрому сделаем фарш на самом деле это все происходит крайне быстро и не занимает много времени растапливаем масло на сковородке вы часто спрашиваете это сковорода из икеи не могу сказать что я супер довольна но на ней все хорошо тушится а вот и жарится лучше все-таки на классических теплоновых сковородках для начала мы выкладываем саму свёклу да и поджариваем минуты три на таком среднем огне не на маленьком теперь выкладываем листья и стебли доливаем немножко воды и тушим это 10 минут два зубчика чеснока чуть-чуть солим порог вот так руками просламываю около двух столовых ложек у меня не слишком много феты какая-то она странная по консистенции три яйца две столовые ложки сметаны таких конкретных мерец когда тесто готовить она такое румяное блин горячая случайно затронулась выкладываем сначала свёклу и заливаем и запекаем при температуре 200 градусов минут 35-40 такого еще не было аромат стоит на всю кухню обязательно попробуйте такое сочетание я знаю что многие любят безностные блюда и это бомбита и я подумала что даже лучше было бы смешать начинку и вылить одним махом а не поочередно это делать ну то есть сметану с яйцом и со свёклой тогда вообще будет классно я буду работать над формой над формой подачи ну а так обязательно пробуйте все кто любит овощи или не любит но ищет какие-то классные рецепты я думаю что не только вы но и ваши домашние оценят шоппинг влог как видите не прошел даром обещала показать вам что же я приобрела в конечном итоге это кстати и заказы из разных мест и то что я купила в стационарных магазинах я знаю что вы любите всякие новиночки поехали наконец-то в продажу снова поступила моя любимая эссенция от марки миша я нашла вот такой какой-то юбилейный набор на iherb то есть цене одной эссенции у меня вот это моист а шла еще и это не сыворотка что это типа мист наверное как тоник увлажняющий довольно большом формате еще в наборе есть такие диски для очищения лица пока что не вскрывала жду когда закончится актуальный открытый уход и взяла еще вот эти наши любимые пасты они очень мятные они очень освежающие и почувствую разницу одно время у нас их не было пользовались чем-то другим я поняла что нет нужно это купить и знаете еще что я нашла так как я аллергик и иногда у меня настолько красные глаза что это просто ужас и японские капли рухта советуют очень очень многие они с таким освежающим как бы финишем если можно так сказать то есть очень сильно чувствуется мята в глазах но к этому привыкаешь и я вот периодически их покупаю себе для того чтобы убирать вот эту красноту глаз и неприятное ощущение как бы жжение в глазах если для вас это тоже актуально я знаю что часто и визажисты ими пользуются тоже на iherb беру по моим восторженным отзывам из примерочной вы уже могли догадаться что без брюк я однозначно не выйду но при выходе я подметила жакет в таком же цвете они даже мнутся одинаково можно сказать что это костюм по цвету они абсолютно одинаковые и вчера я уже надевала эти брюки со своим жакетом в цвете хаки и с черным топом а сегодня на мне топ который я покупала о господи я даже не помню когда типа как такая вязка крючком надеюсь что он не растянется и мне очень нравится как это выглядит вместе еще по отдельности можно носить с другими цветами также взяла сумку эта старая сумка из massimo dutti она кожаная до сих пор как новая я не могу сказать что я прям каждый день с ней хожу но вот сколько бы я ее не носила она до сих пор в хорошем состоянии так что очень такой красивый благородный оттенок черного шоколада в сочетании с бежим и здесь вот еще потемнее цвет то есть она не затирается все с ней хорошо и форма очень удачная типа как селин но селин я наверное никогда себе не позволю шлёпанцы вы видели тоже стояли в примерочные я почему-то вырезала момент когда я их примеряла и справляюсь простите меня красивый тоже такой шоколадный оттенок очень хорошо смотрится из бежим с чем угодно это для меня базовый цвет и даже с моими косточками они мне не давят у меня 38 размер красота и также взяла платье которое многим из вас приглянулась я примеряла его в шляпе свою идеальную шляпу я обязательно еще приобрету но чуточку позже также покажу вам вариант не с сандалями а с другой обуви с которой я планирую носить это платье я взяла 34 размер и сейчас думаю что я немного погорячилась учтите то что я невысокая видите какая длина ну то есть как бы еще нормально но чуть-чуть и все будет коротковато еще подумаю мне такое платье точно надо но сто процентов остается но по поводу размера что-то я начала задумываться это платье понравилось очень многим из вас и мы с вами сошлись во мнении что такого плана вещи действительно хорошо носятся из зары я взяла себе свой размер как мне казалось что он будет хорошо на мне сидеть сейчас думаю не погорячилась ли я потому что он коротковат ну чуть короче чем с это у меня размер xs и и учтите то что я невысокая метр шестьдесят два и чё-то как-то начинаю сомневаться она точно останется но вопрос в каком размере и вот мне нравятся такие платьица с обувью типа ковбойские всякие там ботиночки замшевые вот почему-то с замшевыми это прям вообще очень здорово выглядят и у меня эти ботинки тоже из коллекции зары за счет того что они такие как бы видите открытые их можно также носить и летом уже не стану второй раз примерять так как показывала их на ноге и также наряд полностью очень мягкие босоножки под замшу здесь удобно и устойчивый каблук можно было бы даже пониже но за счет того что здесь они мне не давят и нога не выскальзывает вот как-то все в них сложилось они также есть в разных расцветках я видела на сайте и у меня 37 размер как ни странно также взяла носочки с силиконовым задником это еще и хлопок то есть не будет нога так сильно потеть но и белье бесшовное трусики я вам говорила мальчики простите кто смотрит но большинство все-таки мои зрители это девушки и делюсь с ними и такими секретами сегодня вечером планирую нанести автозагары несмотря на то что большинство из вот этих баночек я показывала много раз и даже есть отдельные посты в инстаграме постоянно поступают вопросы поэтому если пропустили то буквально два слова на лицо наношу уже вечером поверх всего ухода несколько капель 2-3 вот этого средства от калистар дает очень классный загар и дольше держится чем мои капельки от беленда которыми я пользовалась давно но для светленьких я тоже советую взять беленда они классные и все вот эти средства дают такой натуральный оттенок загара больше всего мне нравятся автозагары в пене этот у меня уже практически заканчивается виталиберата и вроде как хорошие составы этого автозагара конечно каждый автозагар для тела дает такую отдушку специфическую утром не обязательно хочется помыться но всю ночь я могу с ними выдержать то есть это не знаете не такой ванизм что сам с собой не можешь вынести также для нанесения пены я всегда беру вот такую перчатку тогда все равномерно распределяется их я заказываю на алиэкспресс они есть разные формы и вот такая с пальчиком мне как-то удобнее всего просто стираю видеть она черная бывают бежевые но я не понимаю они потом так выглядят страшно после автозагара вот этот я купила по рекомендации польских блогеров но он классный проблема в том что я не нашла для более темной кожи хотя у меня вообще не темная но очень такой легкий оттенок загара и он очень быстро смывается поэтому возьму потемнее а сам по себе не пить нет классный понравился я наверно его все-таки допользую как-то вот этот форме бальзама он немножко увлажняет и также перед ним я не наношу никакое это масло ничего на тело просто красивый оттенок загара и утром тоже такая эластичная кожа приятная у них сейчас тоже вышла пена нужно будет приобрести я покупаю его уже третий раз и вот этот нашла у меня в запасах не знаю откуда он у меня он наверное лук фантастик в какой-то посылке его присылали нужно попробовать вообще классный бренд мне нравится о чем пользуетесь вы знаю что многим нравятся капельки от калистар от фу калистар как он клоранс а он у меня никогда не было и вообще это я тоже купила по вашей рекомендации так что вот на вкус и цвет все автозагары разные но вот если выбрать два любимых то для тела пена нравится и вот этот но он не такой яркий как пена это оттенок мириум по моему насколько я помню лица вот эти капельки они тоже не вызывают у меня прощей только гляньте какой у меня тут весенне-летний ситуейшн на кухне сегодня у брата тома к день рождения и мы готовимся мы устраиваем для него гриль клубничка я собираюсь сделать клубничное тирамису не знаю ли в этом влоге или в следующем это я подготовила для айсти там заваривается чай хлеб проверяла если свежий авокадо как раз доспел такой дубовый был я думала что уже ничего с ним не смогу сделать планирую сделать бургер им арбуз мая это конечно сильно тома купил потому что игнат очень просил я вообще до августа где-то считаю что арбузы невкусные не сочные я таких не пробовала во всяком случае а помытый шпинат будет весенний салат как обычно куча зелени помидоры огурцы огурцы хрустящие настоящие одним словом ароматные и я вам говорила что я очень люблю просто даже самый обычный салат с оливковым маслом лук чеснок немножко оливкового масла и этот лимонный сок соль бомба а это мята которую нам передала сосед она вообще из дома своих родителей привезла не только мяту а разную зелень часть я заморозила часть оставила так как знала что мы будем принимать гостей зеленая аспаржа будем просто поджаривать ее на гриле тоже с оливковым маслом с чесноком и с солью а здесь у меня моей шайтан машинки варится гениальный луковый соус для бургеров для мяса я по-моему давала вам рецепт но сейчас хочу сделать две баночки оставлю в холодильнике он там может храниться целый месяц короче я снимаю шоппинг-влоги если бы томоку дать в руки он бы тоже вас забрал кстати хорошая идея нужно ему предложить может он это сделает для нас с вами короче он ездит во всякие цветочные магазины и помимо цветов привез мне помидоры они с плодами и интересно они дозреют или нет во всяком случае это очень прикольно так уютно выглядит в кухне и перцы и игнат как самый большой любитель овощей он каждый день приходит и проверяет созрели уже или нет ой нужно ему сказать гляньте я вместе с вами заметила а бомба хочется ему сорвать и съесть я ему говорю игнашка это по моему перец чили не дай бог откусит нужно первое проверить потому что не было никакой этикетки когда томок это все привез мята нужно ее высадить чтобы она росла у нас саду представляете два месяца карантина не нашли время этим заняться и розмарин все стоит в этой упаковке без нее он портится вечная загадка из магазина и вот когда станет тепло то у нас приморозки еще это все выставим за окошко и будет у нас такой огородный вид огород мы не планируем пока что во всяком случае но эти прикольные надеюсь вкусное попробуем что что Игнат, Игнат, на прогулку. Я тебе дам быстрее. Ты знаешь, сколько ты весишь, товарищ? Вместе. Всегда вместе. Вообще-то я сегодня не планировала снимать влог, но мы забрались так высоко. Мы находимся недалеко от Закопаново, это Рущенова Аполлана. И только посмотрите, какой вид открывается. Здесь, конечно, все без изменений, тихо, спокойно. И невероятная красота, независимо от обстоятельств. Никто ничего не подозревает. Где же папа? Где же папа? Уже так поздно, мы его так ждем. Ждем папу? Ждем папу? Где же ты для нас? Ката! Ката! Катя! Не кричься, не кричься, но она может быть не кричься. Не кричься, будь она. Кихо, спокойно. А не так спокойно, потому что она... Мы маме пса! Круто. Круто, круто. Не кричите, я знаю, что вы хотите себя кушать. Но она... Она немного прошла, вы знаете, потому что люди ее забрали на два дня, хотели ее отдать и она в шоке. Она тоже ездила с одного конца полки. Не, не, не. Захар спрашивает, ну это так тренировочная собака, это же еще не наша. Ну а чья же еще? Наша, 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 наша. Ой, кнопка ты. Ну что, прошла уже неделя, пора бы что-то сказать, рассказать вам нашу историю. Сегодня у нас суббота, 11 часов утра, Тома, ку-ветеринара, с собакой, собственно, и с Захаром, а Игнат отсыпается. Значит, я вам говорила, что мы присматриваем щенка, что нам очень нравится порода Акита. Да, мы уже на следующей неделе встречаемся с кинологом. И мы также связывались с питомниками, мы общались с людьми, у которых есть Акита. Мы рассматривали вариант Шибы, также нам нравилась американская Акита. Но как-то вот Акита, ину, нам хотелось такую. Каждый раз, когда мы обращались в питомник, нам говорили, что все щенки или распроданы, или зарезервированы, и нужно ждать. То есть эта порода очень популярна в Польше, и во всех питомниках их очень быстро разбирают. Там, если за один-два дня не решаешь, то как бы все, ты в пролете. Мало того, щенков выдают на руки в двухмесячном или в трехмесячном возрасте. И практически нет объявлений, где можно, вот знаете, забрать щенка, который уже со всеми прививками, и который вот в таком возрасте, собственно. То есть у них у всех уже есть в основном хозяева тогда, когда они только рождаются. И тут Томак поехал неделю тому назад в командировку и решил проверить объявление даже не в Варшаве, а это была Лодь. То есть это город, который находится, ну так прилично от Кракова, далековато. И говорит, Оля, я подъеду и посмотрю, есть трехмесячный щенок. Говорю, ну конечно. Томак приехал и встретился с какими-то довольно неадекватными женщинами, которые не могли ответить на самые такие базовые вопросы касательно собаки. Они начали выдумывать какие-то странные истории, что собаку им дала тетя, у которой есть питомник, с этой тетей нельзя связаться, потому что у них нет номера. Какие-то такие бредни, слушайте. И Томак также сказал мне, что эти женщины снимают квартиру в старом, это даже не дом, это многоэтажка и в этой комнате несколько разных собак. То есть или кто-то решил нажиться, или кто-то взял себе и решил от нее избавиться. Причем у них тоже были документы. Я говорю, Томак, очень жалко собаку, забирай, причем они продали ее дороже. И питомник находился не в этом городе, где Томак купил собаку, а совершенно в другом. То есть и не в Варшаве, и не в Лоте, а в Люблине. Это, ну, часа четыре, наверное, езды от Кракова. И как-то мы очень быстро приняли решение, что собаку мы в любом случае забираем. И, соответственно, не было никакого договора. К сожалению, вот этот, знаете, человеческий фактор, это просто какой-то кошмар. Три раза подумаете и, по возможности, сделаете все как-то, не знаю, с какими-то формальностями, чтобы потом не было никаких приключений. И что самое интересное, мы потом нашли питомник, из которого щенок, и женщина просто расплакалась, попросила Томака позвонить через видеосвязь, чтобы посмотреть вообще, где щенок, кому он попал, и пообщаться вообще. Они очень долго разговаривали, несколько часов. И женщина была без понятия, каким образом этот щенок попал к этим женщинам. То есть или его несколько раз перепродавали. Я вообще не знаю. Если бы его украли, то, наверное, у них не было бы документов. Очень сложно сейчас сказать, что там произошло. Я надеюсь, что больше мы не будем устраивать расследование, и просто щенок останется у нас, и не найдутся какие-то хозяева по документам, и вот эта вся волокита уляжется. Короче, в питомнике нам сказали, что вот эта собачка, она была самой спокойной из всех, и даже когда забирали щенков, то она осталась последней. И к ней уже даже вот эти люди из питомника успели привязаться, говорят, что она такая соня, что она активная, что она полностью здоровая. Просто даже для Акиты она очень какая-то такая ласковая, очень спокойная просто. Вот. И женщина сказала, что если мы, не дай бог, там передумаем, что вообще исключено, и также ни у кого нет аллергии. А в инстаграме некоторые подумали, что аллергия нет. Просто, как видите, собачка прошла довольно сложный путь, но все хорошо, мы очень хотели собаку, и видите, так получилось, что еще и такая порода, как нам хотелось бы. Но я даже не подозревала, что есть такие проблемы, что вот так вот поступают с щенками, представляете, с малышами. И, значит, Томак посадил собаку в машину на переднее сидение, и она пять часов, наверное, где-то с ним ехала. Вот так потихоньку, с перерывами. Она спит всю ночь. Она, ну, меньше ест, чем обычно. Но у собаки стресс. Это понятно. Она очень игривая. Ее нужно воспитывать. И она особо даже не написала дома. Мы ее выводим очень быстро. Учатся. Даже получаются команды спустя неделю сидеть. И так далее. В общем, мы очень-очень рады. И мы не брали собаку детям, а брали собаку в семью. И каждый теперь несет ответственность за того, кого мы приручили. И это собачка по паспорту Мика. И мы решили ничего не менять. У собаки уже было довольно много разных перемен. Поэтому мы не станем ее как-то по-другому называть. Какая разница? Как оказалось, у них очень породистые родители с большой родословной. Мы не покупали родословную. За тысячу злотых можно было докупить. Но, честно говоря, не знаю. Ну, будет у меня бумажка, что с этого. Просто из питомника нам рассказывали, сказали, что есть возможность докупить еще и родовод. Причем люди с опытом. Питомник не новый. И вот такое приключилось. Женщина из питомника говорит, если вдруг что, то мы даже вернем вам деньги, которые вы заплатили за щенка. Отдайте его нам. Просто настолько раз переживалась. Это как ее ребенок. Да, и ты узнаешь, что у него такая судьба. Мы говорим нет. Но мы постоянно общаемся. То есть все какие-то вопросы консультируем. И также по поводу воспитания. Женщина сказала, что мы можем по скайпу проводить какие-то консультации. Так что мы не одни. Если у вас также есть такая порода, то поделитесь, как у вас с воспитанием, как у вас с дисциплиной. Да, это собака, которой нужна дисциплина. Она не маленькая. Сейчас, понятное дело, это щенок, но она такая, знаете, конкретная. Когда Томак ее привез, я даже обалдела, что она настолько большая. Казалось бы, трехмесячный щенок, да. Спит она сейчас уже просто между этажами. Ей так нравится. Мы еще даже не успели купить лежанку. А так она с удовольствием спала бы рядом с кроватью, где я. То есть если я там где-то читаю кому-то из детей сказку на ночь, мы с Томаком обычно разделяемся, меняемся, да. Раз я Игнату читаю разон, то она всегда лежит там, где я. Также пока я снимаю видео, вот последний ролик, который вышел, она часа три, наверное, проспала рядом со мной, пока я все снимала. И у меня очень-очень чувствительный микрофон, он бы записал все, но была тотальная тишина. Посмотрим, какой у нее будет характер, когда она вырастет, потому что щенок это одно, а взрослая собака это немножечко другое дело. Но до года мы готовы, даже, ну как, не до года, а вообще, что бы она ни делала, тут придется принимать, потому что это собака. И если ей не заниматься, она найдет себе занятие и сожрет все, что находится в поле ее зрения. За собакой нужно следить. И я не буду истериковать и не буду паниковать, если она съест мои туфли или сгрызет диван. У нее есть на это право это щенок. Вообще, мне кажется, что нужно быть готовым к потерям, если ты приводишь в дом собаку. Всем детишкам здесь на улице она очень нравится, поэтому всю неделю у нас дома были дети. Они выводят ее здесь на прогулку, они также с ней играются, но она очень быстро устает и много спит. Помимо того, что она засыпает около 11 с нами вечера и спит спокойно до, где-то до 6 утра, то есть встает со мной или с Томиком, выводим ее пописать, все там поделать и потом она чуть поиграется. Возможно, с ней нужно будет прогуляться чуть больше и дальше она еще спит, еще, еще, еще. А потом мы опять с ней выходим на прогулку или здесь бегает на улице. Мы будем держать ее в доме. Слушайте, у меня никогда не было собаки, но как-то так получалось, что каждый раз, когда где-то в окружении были собаки, они приходили ко мне. И я люблю играться с собачками, уделять им внимание. И вот когда я была подростком, мы не жили в частном доме, но он у нас был у родителей. И там было две собаки. Немецкая овчарка и дворняжка. Их еще заводил папа. Точнее, сначала появилась дворняжка, а потом купили немецкую овчарку. Но немецкая овчарка умерла от эпилепсии. Ей было, наверное, года четыре. Если я что-то напутала, то мама напишет, наверное, в комментариях. В общем, потом дворняжку сбила машина. Дружок у нас такой был. Потом мой брат купил снова немецкую овчарку. Очень они любят немцев. И дальше мама взяла еще одну собачку. Это дворняжка Джульетта, наша принцесса. Она так и живет с мамой в доме. Цахир немецкая овчарка на улице. А Джульетта у нее такая домашняя подружка ее. Кто знает, возможно, мы настолько привыкнем и захочется пополнить семью. Потому что у нас достаточно места. Может, мы когда-то тоже возьмем и дворняжку. Кто знает. Пока что мы очень счастливы, очень рады. И это такой комочек вообще. Она как плюшевый мишка, знаете. Вот по ощущениям, когда ее трогаешь. Конечно, это, знаете, такая безусловная любовь. Тебя просто любят за то, что ты есть. На этом мы будем прощаться. Спасибо за все поздравления в инстаграме. Простите, что я была такой эмоциональной. Но сама как бы ситуация, знаете, не самая, наверное, простая. Поэтому вы меня извините. Возможно, где-то я была рисковата или слишком рано что-то сказала. Да, не досказала. Так что не обижайтесь, пожалуйста. Не держите на меня зла. Я тоже обычный человек. Я привыкла делиться с вами как радостью, так и какой-то грустью. Или, ну, вот как-то так. Я такая, как я есть. Не забывайте поставить пальчик вверх, если вам понравилось видео. Теперь нас будет больше о влоках. Так что увидимся совсем скоро. Целую и обнимаю. Пока-пока.